Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 8 декабря, и прежде чем мы начнем наш разбор, я напомню, что данные по количеству вновь созданных рабочих мест, показатель, который называется Non-Farm Payrolls, будет опубликован сегодня. И мой коллега Фредерик Даниэль будет в онлайн комментировать данное событие, поэтому, чтобы его не пропустить и узнать больше о себя, о вероятном движении на публикации NFP, рекомендую посетить наш стрим. Ссылку на участие вы сможете найти под описанием к этому видео. Ну и перейдем уже к нашему обзору. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая продолжается. Сегодня мы торгуемся уже ниже вчерашней торговой сессии. Отметка 1.1744 и ближайшая цель по движению, которую мы можем рассматривать в течение сегодняшнего дня или уже в начале следующей недели, это область 1.1663. Тенденция сохраняется нисходящая, и мы будем ее отслеживать до тех пор, пока цена не пробьет максимальное значение предыдущего торгового дня. А именно отметка 1.1815, тот максимум, который сформирован на текущий момент по максимуму четверга. Пара британский фунт, американский доллар, вчера смогла преодолеть максимальное значение 6 декабря. Мы вновь перешли в фазу роста, и на текущий момент тенденция на укрепление вновь вернулась. По данной паре ближайшие цели по движению. Это, во-первых, закрепиться выше отметки 1.3486, там, где мы торгуемся прямо сейчас, и далее уже пойти на 1.3547. Ну, а возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений в области 1.3320, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара американский доллар, канадский доллар 6 декабря также преодолела максимальное значение 5 декабря. Мы вновь перешли в фазу роста, и на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимум вчерашней торговой сессии, уйти за отметку 1.2868, далее пойти на 1.2932. Ну, а возврат к продажам, в свою очередь, произойдет в том случае, если мы увидим движение ниже отметки 1.2784. Пара американский доллар, японская иена вчера также смогла преодолеть максимальное значение, которое мы видели 5 и 6 декабря, закрепились за данным уровнем, и тенденция вновь перешла в фазу роста. Ближайшие цели по движению – это область 113.81. Возврат к продажам после преодоления отметки 112.21 минимум, который был зафиксирован вчера. Австралиец продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться ниже отметки 75.00 ровно и далее уже пойти на 74.50. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим австралийца выше отметки 75.68, максимум, который был зафиксирован вчера. Еврофунт свою тенденцию нисходящую продолжает. Сегодня мы торгуемся уже ниже минимальной значения, которую мы видели в четверг. Ближайшая цель по нисходящему движению – это область 8653. Ну а возврат к покупкам стоит рассматривать после преодоления максимальной значения в области 88.49 максимум вчерашнего дня. Золото продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже на минимальной значения в области 1249 долларов за тройскую унцию. И ближайшая цель – это движение на 1243. Следующая цель открывается в области 1229. Возврат к покупкам и возобновление роста по данному активу произойдет в том случае, если мы видим золото выше отметки 1264 доллара за тройскую унцию с целями движения на 1306. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает свое нисходящее движение, но сегодня с утра мы видим уже торговлю вблизи максимумов, которые были зафиксированы вчера в области 62.75. В свою очередь, если нефть может закрепиться за данным уровнем, то уже вероятно завершение коррекционного нисходящего движения, которое мы видели всю неделю, и возобновление роста уже с целями на отметку 64.91. Индекс DAX сегодня с утра торгуется выше того бокового диапазона, который мы отслеживаем всю неделю. Преодолели максимальное значение четверга, это отметка 13110. И мы плавно вновь переходим в фазу роста по индексу DAX. Ближайшие цели движения это отметка 13247 и далее 13580. Ближайший разворотный уровень для продолжения коррекции, для продолжения нисходящего движения, находится на минимальных значениях четверга, отметка 12987. Ну и биткоин, рекорд за рекордом. Сегодня с утра мы доходили уже до отметки 16895 долларов за один биткоин. Немного скорректировались после максимумов с утра до отметки 14375, но тенденция основная остается на укрепление. И ближайшие цели это все-таки преодоление уже вновь исторических максимумов на отметке 16900. Ну а ближайший коррекционный уровень находится на минимальной значении четверга, это отметка 13336. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на следующей неделе. И продолжим наши обзоры. Всем спасибо за внимание и до свидания.